Доброе утро, дорогие друзья! Сейчас, по местному времени, здесь 4 часа утра. Ну, природа только просыпается, солнышко уже появляется. Было темно буквально, там, минут 15, вот, как, было, ну, темно. Я сидела и ждала, когда же, наконец-то, можно выйти, потому что, ой, а что я хотела сейчас вам рассказать? Ну, в данный момент я, как обычно, утром иду на Теренкур, но рассказывать я буду не об этом месте, вот, не здесь и сейчас. А, немножко я, как сказать, забегаю вперед, а может быть, назад. Ну, суть в том, что мы в субботу, сегодня понедельник, съездили в Архиз. И когда мы туда собирались и поехали, я, ну, немного пообщавшись с людьми, догадывалась. Ну, вы знаете, я даже предположить не могла. И кто бы мне что-нибудь рассказывал, то есть словами это описать невозможно. То, что там, я увидела. И сейчас я понимаю, что это одна миллионная доля, которая просто вот приоткрылась, показала свою красоту. Ну, я, знаете, начиная даже от того вот пути, который мы ехали, я просто коротко сейчас хочу рассказать, что вот вы, когда соберетесь и поедете, что вот обязательно нужно сделать, куда подойти, к кому, вот даже до такой степени. Единственное, ну, адресов не скажу, не буду просто, как конспект рассказывать. Так, допустим, как определить, где же находится это место, о котором я сейчас буду говорить. Я так понимаю, что в интернете люди забивают нарзан или сырные скалы. И уже это вот и есть вот это направление сначала. То есть, что нам попалось на пути. Вот непосредственно в этом направлении, в Архыз, вот эти места, вкратце. Сначала, не сначала, вернее, а вот была точка, где торгуют своей продукцией. Там, балхам, горный мед разный. И все, ну, и вся продукция пчеловодства, вот так скажу, в общем. Почему именно там я купила балхам? Он вообще без этикеток. То, что это балхам, ну, во-первых, его не спутаешь ни с чем. Это, во-первых. Во-вторых, человек, который продает, естественно, говорит вам об этом. Ну, и в-третьих, вы же можете его попробовать. Ну, так вот. Я, ну, так вот сложилось. Я сюда приехала, я была нездорова. Ну, и сейчас еще не на 100%. Мало времени прошло с момента настоящего лечения. Ну, так вот. В тот день, когда суббота, сегодня понедельник. Утром. Ну, не помню, в 8 или 9 утра. Мы подъезжаем к этой точке. Вот там этот балхам. Про него я уже знала, читала. Я когда переболел к ковиду, мне моя сестра двоюродная давала совсем немножечко, чуть-чуть. Сказала, ты его все равно попей. Просто так его пить тяжело. Он невкусный. Ты его там молочком запили, чем-то. Ну, спасибо большое. Я все выпила. Ну, вот вы знаете, кстати, я вот сейчас говорю и вспоминаю. Тогда эффекта не ощутила совсем. Понимаете? И я... Можно предположить, что... Ну, мало она мне дала. Вот я и не ощутила. Ну, предположим. А еще, знаете... Вот мы остановились. Вот я вижу этот балхам. Я знаю, что это за средство. И, естественно, прошу, можно ли попробовать. Ну, попробовать, конечно, можно. Везде, где продается продукция вот такая. Ее все можно пробовать. Они сами там все для этого есть. И палочки, и ложечки. Ну, все. И, помимо всего прочего, вот пока я пробовала и разговаривала с продавцом, мы просто не успели глазом моргнуть. Вот он нам принес уже просто от души. Взял, порезал колбаску. Но это не такая колбаска, которую, знаете, вы... В ее магазине не купится никогда в жизни. Это конина. Они ее делают сами. В палочке 400 грамм. Стоит она 400 рублей. Слушайте. Ну, это за гранью просто вкусовых. Каких-либо таких колбасок. Ой, не могу забыть. Так вот. Пока мы просто разговаривали, он уже сбегал, принес чай, нарезал колбаску, сыр. Сыр, конечно же, тоже сами сделали. И у него там, где мед, там сыра-то и не было, в принципе. Это уже и колбаску он нарезал не потому, что он хотел всю, которая там висит, продать. Нет. Он хотел нас просто угостить. Ну, так вот. Я пробую этот балхан. И могу описать ощущения. Вот прям... Это невероятно, потому что... Вот я глотаю эту ложечку маленькую. И сразу идет лечение. Я его чувствую, понимаете? Чувствую внутри, вот на носоглотке. Везде вот абсолютно. Ай! Как... Ой, ну что сказать. Как мне мой организм, мое горло, которое на тот момент я вообще говорить не могла. Ну, нет. Вообще ужас. И нос был... Толком не дышал. Вот маленькая ложечка. И я чувствую, что мне становится легче. Представляете, как в сказке. Вам дали волшебную воду. И оживили вас. Ну, почти то же самое. Вот. Конечно, я не удержалась. Я съела еще ложечку. Естественно, я его купила. Ну, вот отличие как раз от балхана, который мне сестренка давала. Там с этикетками. Все как положено. Покупали они, где там вот эти, где экскурсии приезжают. Вот в таких точках. То есть все там подписано, написано. Что это за продукт? Здесь нету. Вот где я покупала. Просто пластиковые баночки. И все. И вот. Человек, который рассказывает, чем он торгует. Все. Понимаете? Ну, так вот. Сегодня понедельник. Ну, я уже вчера проснулась с ощущением, что я выздоравливаю. То есть мне легче. У меня нос начинает дышать. Ночью. Днем еще терпимо. Ночью. И утром просыпаешься, нету вот этой вот противности. То, что у нас убывает после ночи. Когда нездоров человек. Ой. Ну, единственное, конечно, 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 я помимо балхама еще пью минералку славяновскую. И этой же минералкой промываю нос. Тоже славяновской. Потому что пить можно всю тут, ну, любую. А промывать вот как раз нос можно только славяновской, больше никакой. я подумала, ну, как-то раз я попробовать решила, думаю, а почему бы и нет другую нос промывать. Ну, говорю вам, нет. Только славяновская. Даже не пробуйте. Потому что другая, она немножко газированная. Ну, короче, когда я попробовала, ой-ой-ой. Было не очень-то. Ну, вот. А, знаете, когда славяновская ты делаешь, тоже потрясающе. потому что вот прям вот такое же ощущение, как с балхамом. Идет лечение, которое вот ты его чувствуешь прям. Прям вот сразу. Понимаете? То есть слизистая, которая там, ну, воспалена, она прям, ой-ой, хлопает во ладоши от радости, говорит, ура, 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 мне помогают. Какое счастье. Вот, правда. Ну, невероятно. Ну, вот так вот эта точка. Ну, естественно, визиточку, все как положено, я у него взяла и все спросила. То есть я купила там и пергу, балхам, вот эту сосновую пыльцу, которая, оказывается, лечит туберкулез. Ну, короче говоря, единственное, не купила колбасу. Меня очень торопили всем друзья, с кем мы ехали. они хотели в Архиз, я тоже, поэтому спешили. Если... А, кстати, вот я еще пока здесь, поэтому очень надеюсь, что состоится еще одна поездка в Архиз, потому что сейчас расскажу, почему. Следующая станция была... Вот, едем мы по трассе. Ну, как трасса, это никак. У нас тут, там горы, естественно, со всех сторон красотища невероятная. Ну, вот, среди гор. Никаких, ну, вот так, чтобы вот рядом нет населенных пунктов, таких вот, чтобы через дорогу там, такого нет. Вот кафе, причем такое уютное, господи, прелесть вообще. И кошка там ромашка, и цветут там эти ромашки. И девушка, которая встречает невероятной красоты. Вот. А самое интересное, эта девушка, у нее родители коренные москвичи, и она сама москвичка, конечно. Ну, и живет и работает здесь. В Москве, естественно, бывает. Но она не хочет жить в Москве. И когда я ее спросила, я, а как вы сюда попали? Ну, как? И вы знаете, что она мне ответила? Она мне говорит, наш друг интернет. Вот тебе здрасте. Я говорю, ну, при чем здесь интернет? Ну, вы поделитесь, как вы, именно вы сюда попали. А она мне не ответила. Я говорю, ага, вот так вот. Не хотите, да? Не хотите никого пустить? В гости приглашают. Они, конечно, с удовольствием всех. Там у них вот видео, которое я буду показывать, я про них обязательно там тоже рассказываю, поэтому вот это вот станция, мы там позавтракали. Едем дальше. И прям это все очень близко. Вот Нарзан источник. Про этот источник, который там, могу просто сравнить с Нарзаном, который в Кисловодске и который там. Ну, так вот. В Кисловодске, ну, я рассказывала там в предыдущих давно видео, что мы были и не раз. И пить Нарзана, который в Кисловодске, ну, не знаю, полстакана максимум я могу выпить. Все. Больше не могу. Невкусно мне. Ну, вот не могу. А там мне даже самой было интересно. Ну, смогу ли я выпить. Причем, я спросила Андрея Анатольевича, когда он отличается. Ну, вообще, говорит, нет. Он мне говорит. Говорит, ну, ладно, сейчас посмотрим. Ну, очень вкусно было эту водичку пить. И, вы знаете, я ее выпила всю. И это не было там тяжело, мне не пришлось ее как-то там давясь пить. Люди знают вот об этих местах, люди знают. Просто, я так понимаю, забивают в интернете и приезжают. Дальше, прям, опять же, довольно близко все это, вот эти сырные скалы. и надо тоже это обязательно посетить. Это красиво. Невероятно увидеть просто, что, какую красоту создает природа. Вот так. Все равно, ни на словах, ни на фото. Ну, трудно это передать. Можно, конечно, но это будет, скажем так, вы увидите какую-то небольшую часть. Вот, что самое тоже интересное, да, телефоны вот такие сейчас крутые, да, я снимаю видео, а не фото, и вроде бы все видно. но ощутить, почувствовать и вообще вот прикоснуться к этой красоте можно только находясь вот непосредственно, то есть приехав. Сейчас просто я вам пытаюсь показать всеми этими, ну, рассказами, ну, скажем так, направление, куда двигаться, что ли. в каком направлении можно двигаться, наверное, вот так. Так, и после, после вот этого всего вообще этой красоты мы садимся в машину, едем дальше, не помню, сколько мы проехали, потому что, ну, вот от Железноводска до Архыза приблизительно, если я правильно запомнила, 250, по-моему, километров или 200, не помню, не могу сказать. мы подъезжаем к рынку и, казалось бы, да, ну, обычный рынок в каком плане? Продают там тапочки, чаи, ну, вот как обычно, понимаете? И так же, как все, там полно машин, полно людей, люди знают про этот рынок, приезжают туда с разными целями. Ну, вот мы остановились купить там чай, но вы знаете, чай можно купить и там, на рынке, и прям непосредственно в Архызе цена одинаковая. А 100 рублей там, ну, одинаковая. То есть, за чаем, если только за чаем, специально в Архыз ехать не обязательно, можно здесь купить. Вот, допустим, чай, а там я купила тапочки. Почему про них говорю? Потому что эти тапочки, они, ну, из натуральной, вот этой шерсти. Я когда их, ну, потрогала, они очень приятные на ощупь. Но суть в том, что они еще, ну, как лечебные, понимаете? Я спросила продавца, я говорю, вот, брала в магазине тапочки, ну, красивые, да, с помпончиком, с таким, дома ходить. Ну, что ты будешь делать? Не было никогда проблемы такой, а это что ты, ноги потеют, что такое, говорю. Сняла эти тапочки, я была обычной, шлюпки, в которых я всегда ходила. Все, проблема отпала, понятно. Значит, тапочки носить мы такие никогда в жизни не будем. И тут я спрашиваю, говорю, ну, они же вот шерстяные, там, натуральные все это. Наверное, жарко у них, и ноги потеют. На что ответ меня, конечно, ну, порадовал и удивил, потому что он сказал, нет, ноги потеть у них не будут, даже в жару не будут потеть. А когда вот, если у нас на кухне, допустим, на даче, на кухне, полы холодные, в полуподвал, то вот как раз то, что надо, эти тапочки еще и... Вот сейчас я их вношу в квартире. Ну, здесь тепло, не холодно, все как жарко, лето. Ну, так вот, не потеют ноги, правда, и в них так комфортно, приятно. Просто вот очень. Ну, так вот. Вот тапочки, он мне сделал хорошую скидку. Получается, я три пары взяла, себе, дочке и маме. 1700 мне обошлись три пары. Здесь, вот в Железноводске точно такие же есть продажи. Просто одна пара стоит 700 рублей. Ну, то есть, в принципе, получается, неплохую скидку мне сделал. Приятно. Ну, купила я эти тапочки. Доброе утро. И мы шли мы дальше по рынку. Вот, честно, знаете, интуитивно, я-то в этом не смыслю. Я остановилась около точки с камнями там разными. Ну, и как и любой вообще человек, а тем более, ну, я же женщина в конце концов, а там есть и украшения там из камня всякие разные. Мне стало интересно сначала. А потом еще подошел наш гид Андрей Анатольевич и оказалось, ну, они знакомы с продавцом. И я просто стояла, ну, снимала эти камушки на видео, а они прям пару слов перекинулись, и Андрей Анатольевич попросил какую-то сразу сказать, которую он давно хотел записать. Ну, естественно, я же стою, записываю, естественно, мне тоже интересно, что же там такого он сейчас скажет. так вот, я вам сразу хочу заметить. Вот это видео про камушки, там у меня получилось три видео. Посмотрите обязательно, да, это нужно видеть и слышать. Ну, я была потрясена, вот так. Больше про это не могу такого так. Ой, как долго я вам рассказываю. Сейчас остановлю и в следующем сейчас буду дальше рассказывать. Не знаю, просто 20 минут я смогу выложить или нет. Я в Ютубе, знаете, такой чайник. Мне сказали, что 15 минут, но оптимально. Вот сейчас у меня 20. Увлеклась. Увлеклась.